Приветики всем моим косметоматикам! Сегодня я расскажу вам, что же лучше выбирать для интимной гигиены. Обычное мыло или все-таки специальный гель? Всю жизнь я пользовалась, естественно, обычным мылом. Раньше как-то и не было такого, чтобы были какие-то специальные гели для этих целей. Какой-то специальный уход. И поэтому никаких проблем никогда не было. Просто обычное мыло, все. У мыла, не подходящий для интимной зоны ПАЖ, у мыла, не подходящий для... То есть мылом также нельзя помыть, например, волосы на голове. Это тоже не подходящий ПАЖ. Вот мылом категорически не рекомендую мыть, например, вашу шевелюру. Потому что это будут просто склеенные оставшиеся жирами волосы. В общем, вот как красиво смотрится. В общем, недавно я попробовала специальный уход. И что я могу сказать? У такого средства, здесь у нас есть ромашка и декспантенол, у такого средства гораздо более подходящий ПАЖ. Но также вместе с этим, вот тут такой дозатор, также вместе с этим оно очищает очень слабенько. Это... Для лета точно это недостаточное какое-то средство. Ну, здесь просто гель. И пенится он хорошо. Ну, если вы моете, в принципе, если вы моете, допустим, в месячные, очень много раз в день, то лучше выбрать такое более слабое средство, чем агрессивное мыло. Единственное, между чем можно выбирать и для каких не лучше. На данный момент я выбираю для себя все-таки мыло. А вот это средство хорошо идет для лица, потому что лицо я мываю крайне часто. Оно у меня летом очень сильно жирнится. И также здесь есть вот эти добавочки, которые очень хорошо помогают заживать ранком после высыпаний. В общем, так, я сейчас использую эти средства. Мылом также я моюсь в душе, просто все тело. И также я считаю, что мыло хорошо, если у вас нету каких-то специальных средств для бритья. Почему нельзя никогда брить просто кожу на сухую, без ничего? Потому что вы снимаете очень много своего эпидермиса, если вы просто тянете бритву вот так. Если кожа намыленная, то, во-первых, она и скользит, и вы не так травмируете кожу. Вот еще. И это средство также очень хорошо для целей, если вы хотите провести депиляцию с бритвой. Потому что оно очень хорошо скользит, благодаря своей гелевой консистенции. Также может использоваться для этих целей. Но все равно, конечно же, стоит выбор за вами, что выбирать для интимных целей. И в какие дни, и когда, и как вам это вообще удобнее. Ну, я бы рекомендовала над этим не заморачиваться и не идти. Если у вас, допустим, очень ограниченный, очень-очень ограниченный бюджет, не бежать в магазин за специальным средством, потому что, ну, оно того не стоит. Потому что вы потом будете его использовать для рук, для лица, для чего-нибудь. Потому что средство вначале, оно очень хорошо действует. Просто конфетка. А проходит какое-то время, что-то из него или выветривается, или оно как-то портится. После вот этого вот начала. Оно уже не так действует хорошо. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И обязательно оставляйте свои комментарии. Я все читаю. И всем пока.